Финансовая полиция провела контрольную закупку на одном из рынков столицы, чтобы выявить поддельный товар. Совместно с частными детективами Финпол обнаружил цех, в котором изготавливали сухие сливки под логотипом Фрима в промышленных размерах в антисанитарных условиях. Следует отметить, что до этого эти бизнесмены, официальные представители сухого молока, продукции Фрима, обратились в детективное агентство Вэру Местина. Они установили склады, места реализации, перевозки, вот эти лица и самое такое, что акцентирую внимание, что они предоставили аудио-видео доказательства. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 218. Незаконное использование средств индивидуализации товаров Уголовного кодекса. Уважаемые граждане, если вам стали известны факты незаконного изготовления избыта поддельной контрафактной продукции, иные факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности, а также нарушения прав, давления на бизнес, административные барьеры или факты коррупционных проявлений, вы можете обратиться в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики по прямому номеру 1955. К тому же пару недель назад Финпол выявил склад с просроченной кондитерской продукцией. Там же были обнаружены и изъяты печати для перебивки срока годности. Вот только контроль за такими фактами пока наладить невозможно. Как рассказали в Санэпиднадзоре, осуществить это не позволяет мораторий на проверку предпринимателей. Так, сейчас мы уже два года, третий год мораторий объявлен, мы не проверяем. Мы выезжаем только, планово не проверяем, мы выезжаем только, если от населения поступает жалоба или заявление. Вот в том случае мы имеем право только выезжать. Однако дело не только в моратории, говорит журналист Рулан Кукулов. Контроль необходимо проводить уже с таможни. К тому же у Санэпиднадзора даже нет необходимой лаборатории, в которой бы и проверили соответствие качества продукции. Это подтвердили и сами санврачи. Поэтому единственный способ бороться за пищевую безопасность – это бдительность самих покупателей. То есть, как мы улучшили, да, как проект «Не сахар» улучшил, потому что мы же не имеем права выписывать протоколы, штрафовать, да, мы не собираемся это делать. Мы улучшили это тем, что просто как бы после проекта «Не сахар» вот те товары, которые не соответствуют качеству, они просто перестают проходить. Поэтому как бы только народ может на это повлиять. Чем больше мы будем уделять свое внимание на продукцию, тем меньше мы будем покупать плохую продукцию, они, естественно, будут улучшаться со временем. Финпол и Санэпиднадзор отмечают, что контрафактная продукция является не только угрозой экономики страны, но и здоровью населения.